Девочки, привет-привет! Это снова я, Карина. Рада вас приветствовать на своем канале Мисс Карина Зав. Хочу попросить прощения за мое отсутствие, так сказать, на экране, поскольку до сих пор, видите, голос немножко видоизменен. Он у меня все время после болезни, как у курильщика. Ну, кто следит за моими выпусками на канале, тот знает, что меня простуда не пощадила и пришлось тоже полечиться. Но, слава богу, все уже за спиной, и я вновь с вами. Хочу вам сообщить, что я очень рада, что мой канал немножко видоизменится. Я сделала небольшую заставку. Хочу как-то обозначить, что именно это мой канал, и не начинать свои видео с показа какого-то репортажа. Ну, пусть это будет моей маленькой опознавательной фишкой. А также хочу обрадовать моих подписчиков, а также моих будущих подписчиков, моих будущих зрителей и просто зрителей, которые заходят и смотрят мой канал, что я открываю на своем канале рубрику «Флайледи». Понятия, думаю, знакомы уже многим. Тот, кто не знаком, немножко расскажу в двух словах. «Флайледи» – это система организации домашнего хозяйства, то есть тайм-менеджмент для домохозяйки. Почему я решила открыть такую рубрику? Дело в том, что на данный момент я сама являюсь домохозяйкой и хочу просто помочь другим девочкам превратиться из домохозяек или не становиться домохозяйками, а просто стать настоящей независимой «Флайледи». Твой дом стал грязным не за один день, и он не станет чистым за одну ночь. Поэтому маленькие шажки приведут к какому-то результату. И я думаю, что давайте к этому результату мы будем с вами идти вместе. Я помогу вам. Девочки, которые уже знакомы с этой системой и ведут эту рубрику и затрагивают видео касаемо системы «Флайледи» помогут мне. Ну, а что касаемо данной системы, сегодня я хочу затронуть такой момент, как «Животные в доме». У меня морская свинка, у меня два джунгарика и у меня сухопутная черепашка. Как вы уже заметили, каждый из этих животных требует клетки. И вот как разместить эти клетки, чтобы было удобно для вас оптимизировать пространство, оптимизировать кормление этих животных, не бегать по всем комнатам, не искать эти клетки, чтобы это все было в одном месте, чтобы это было удобно для вас и чтобы это было удобно вашим зверушкам. Итак, кому это интересно, оставайтесь со мной. Как же разместить ваших животных так, чтобы это было удобно и вам, и вашим зверушкам, я купила в магазине «Дельфика». Ссылочку на этот магазин я сброшу под видео, вы найдете ее. Филиалы данного магазина открыты в различных городах, также можно заказать и по интернету. продукцию, которая там представлена. Я заказала вот такой вот стеллаж. Он полностью металлический, его очень удобно протирать, даже если из клеток что-то намусорится, даже не беспокойтесь. В нем идет пять полочек, вот две нижние у меня еще не заняты, ну не знаю, что я могу на них пристроить, еще подумаю. На верхней полочке ну вот я поставила две мягкие игрушки и рамочка для фотографии, для какой-то картины, которую я еще не приспособила никуда. Вторая полка у меня занята клеткой с черепашкой с сухопутной. Вот я приобрела вот такую вот с пластиковым поддоном, который очень удобно мыть и металлическая решетка, которая одевается сверху. Вот такой вот волшебный домик у джунгариков. У меня там их двое. Шустрик и Черныш. Видео про них тоже увидите на моем канале. Забавные джунгарики и Феся. Морская свинка. Ну с ней вы уже знакомы, те, кто следит за моим каналом. Вот она накушалась и сидит уже там намывается, щурится. Очень удобно, так как черепашки любят тепло, свет. И чтобы, не дай Боже, она у меня заснула зимой, поскольку я не могу, я не могу предположить, действительно ли она напиталась, чтобы впасть в спячку. Мало ли, может произойти и такое, что и не проснется, если недостаточно витаминов она запаслась. Поэтому я включаю вот такое вот освещение в виде вот такой вот лампы на прищепке, которую прицепляю на стеллаж. И она у меня уже как собака Павлова приспособилась так, если включают свет, значит пора кушать. Она открывает глазки. Так что я считаю, что вот так вот очень удобно, все в одном месте. И всех животных у меня необходимо кормить, ну где-то два раза в день, утром и вечером. Утром просыпаешься, покормил всех сразу. И вечером то же самое. Так что вот такой вот удобный стеллаж. Я вот, кстати, его заказала сразу. Расстояние между полками побольше, мало ли придется менять клетки, чтобы уж наверняка влезли. А там представлены стеллажи всевозможных размеров. Так что я вот так вот приспособила своих зверушек. Думаю, к системе FlyLady имеет прямое отношение, чтобы вы ухаживали за своими питомцами, при этом оптимизировали свое время. Думаю, вам понравилось сегодняшнее видео. Если у вас есть какие-то дополнения или советы для меня по поводу обустройства ваших домашних животных, в том числе и моих домашних животных, то, пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте лайки, кому понравилось мое видео. Жду очередных подписчиков своего канала. всегда очень рада пополнению таковых. Пока-пока!